Недавно в ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами. Также была информация, что бойцы делают вылазки на территории Российской Федерации и кошмарят путинских орков непосредственно на их территории. Что вы можете рассказать об этом, если, конечно, об этом можно рассказывать? Мы с вами поговорим на эту тему просто в общем контексте, не конкретизируем. Дело в том, что мы еще в Первую войну, на самом деле, у нас был разработан план по переносу военных действий на территорию противника. Это абсолютно нормальное явление, когда идет война, стороны пытаются нанести как можно больнее удары друг по другу. Или враг по врагу, скажем так, друг по другу тут не подходят. И поэтому вот эта тактика переноса боевых действий, вот то же самое, то, что мы с вами сейчас говорили по поводу прилетов, неизвестных объектов, летательных аппаратов, которые падают кому-то на голову. И, естественно, непосредственно диверсионные акции, которые проводятся в тылу противника. Они очень важны. И я думаю, что в любом случае должны продолжать работать именно не только с беспилотниками, которые откуда-то, непонятно, летят куда-то. Но еще должны появляться те территории, территории стран, которых оккупированы. И они имеют абсолютно моральное право проводить диверсионные, войсковые диверсионные акции, операции на территории и в тылу противника. Это очень болезненно воспринимается противником. И поэтому необходимо просто продолжать в этом ключе работу. И я думаю, что эта работа будет продолжена. Я очень надеюсь на это. Я отчасти уверен в этом. Мы будем следить за этим. Тихонько, да. А потом надеемся, что работа будет настолько яркой, что ее можно будет обсудить и порадоваться. На днях Кадыров заявил, что сейчас в Украине на стороне кремлевского режима якобы воюют более 7 тысяч кадыровцев. Всего через войну пришли 28 тысяч. Сколько из них действительно прошли и выжили, он не уточняет. Как думаете, это цифры реальные? Естественно, как и все другое. Для отчетности Путину и Кремлю он натягивает эти цифры. Но среди этих 28 тысяч, о которых он говорит, чеченских добровольцев, я уверен, что даже 10% там не было чеченцев. Потому что мы с вами говорили об этом, или с вашими коллегами, как формируется так называемый спецназ Ахмат. Сила, которая направляется. Она формируется за счет русскоязычного населения. С самой России, с Катаджикистана, с разных точек мира, Советского Союза, люди, которые находятся в Москве, их приглашают и с ними подписывают контракт. Они проходят двухнедельную так называемую подготовку в Гудермесе, о чем мы с вами только что говорили, что есть возможность что-то туда долететь. Там они проводят подготовку, и их потом уже лепят к ним этот бренд, Ахмат, Сила, и их отправляют. И Кадыров отчитывается перед Кремлем. Вот мы отправили только что из Чечни столько-то добровольцев. На самом деле ситуация с мобилизацией и с отправкой чеченцев в Украину у Кадырова очень серьезные проблемы. Они похищают людей. Примеру я по своему примеру знаю. И несколько десятков случаев, которые я знаю. Просто родственников чих-то, ну, как, допустим, моего племянника, они просто из-за того, что он мой племянник, и на зло мне, они и отправили его в этом составе вот этих последней группы, которые направили, насколько мне известно, они уже находятся в Донецке. Вот есть такие случаи. И поэтому среди них очень мало. Вы можете обратить внимание на военнопленного, который был взят в плен из этого так называемого Ахмана. Он сам говорит, что там было несколько человек только чеченцев. Остальные все это русскоговорящие. И поэтому, да, он завышает цифру, но для него главное, никто там, кто русские, там, чеченцы, не чеченцы, он набирает и для галочки он отправляет их людей и отчитывается перед Путиным, вот почему, вот и что он делает в связи с, чтобы поддержать так называемую путинскую акцию, путинскую агрессию в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok